Самостоятельная замена наружного шруса Ауди Q7 2008 года и Тауреги. Порвался пыльник и захрустел. Гайка на 32 первым делом. Для снятия шруса откручиваем гайку рулевого наконечника и шаровые опоры верхнего рычага. Кулак получает возможность движения. Также здесь нужно внимательно смотреть датчик ЭБС и датчик на износ колодок. Чтобы они не были в натяг и не оборвались. Нужно было открутить кронштейн этих проводов. Далее у нас сам привод выходит из ступицы. И затем уже снимаем с привода сам шрус. Я использовал молоток, поскольку привод под замену. Просто вот в это место стучал и он у меня со стопорного кольца соскочил. Также я сделал распорку, чтобы внутренний шрус не вытаскивался, не вылезал из коробки. Чтобы потом его тоже там не мучиться, не вставлять. Шрус будем использовать АСФА, поскольку машинка бюджетная. Проверенный производитель. В комплекте смазка. Гайка. Стопорное кольцо. Можно оставить старое. Два хомута, пыльник и сам шрус. Установили мы шрус. Сначала надели пыльник на вал. Затем туда же на вал уже надели сам шрус. И вставили его в ступицу. Надели гаечку. Затянули хомутики. Также установили планку под подпровода датчиков. И гайку верхней шаровой опоры. Наконечник рулевой. Все это устанавливаем. Проверяем, чтобы нигде ничего не болталось. И уже можно затягивать гайки. Шрус на месте. Все гаечки затянуты. Шрус, который был установлен в ГКН. Номерок. Осталось закрутить, прикрутить колесо и будем тестить. Продолжение следует. Гайку. Продолжение следует...